Последние 10 лет этот больной смотрел порнографию на смартфоне. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Если у тебя здоровье барахлит, к врачу пойдешь, и он тебе скажет, из-за чего так. Например, скажет, ты переедаешь, питаешься неправильно, не занимаешься. Все это накапливалось и в итоге сердечный приступ. То же самое, если ты пойдешь к высокодуховному имаму, шейху, он тебя проанализирует и скажет, например, душа у тебя почерствела от грехов, у твоей души сердечный приступ, а ты об этом даже не знаешь. Что это значит? Крайние 10 лет этот брат не читал намазы или читал их время от времени. За последние 10 лет он был в неправильной компании, с теми дружил, кто отдалял его от ислама. Последние 10 лет этот больной, когда хотел, слушал музыку, смотрел порнографию на смартфоне, или другие видео с неприкрытыми телами женщин, гулял с кем хотел, сплетничал, или молча слушал, как сплетничают другие, врал людям, для него это было нормально. Или же как-то унижал людей словесно, например, жестоко относился к ним, и для него это было нормально. За последние 10 лет этот брат отношения имел с той девушкой, с этой, и он это считал нормальным. Даже если не считал, все равно это грех. За последние 10 лет его глаза смотрели на все, что он хотел, уши слушали все, что он хотел, и язык его тоже говорил все, что хотел. Так вот, мой брат или сестра, если все это примерно про тебя, то твое духовное сердце почти мертво, а ты этого даже не понимаешь. И это проблема. Если люди, которые входят сюда, здоровыми выглядят, мы думаем, они здоровые. Но очень многие люди духовно по-настоящему больны, а они этого даже не знают. Или они это знают, но другие этого не видят, и это проблема. Могут считать его хорошим. Смотри, друг мой, как определить, что сердце заржавело от грехов? Очень просто. В Коране ясно сказано, как у себя это диагностировать. Если у тебя сердце чистое, душа чистая, то у нее будет одна чувствительность. А если у тебя сердце духовно больное, чувствительность уже будет другая. По-другому оно будет реагировать. Например, Аллах говорит в Коране. Когда они слушают Коран, ты видишь, как слезы катятся из их глаз. Почему? Здесь даже Аллах не только о мусульманах говорит. Даже о христианах во времена Пророка, салаллаху алейхи вассалам. Почему? Аллах говорит, они не высокомерные люди. Гордыня забивает сердце. Высокомерие портит душу. И от зависти она черствеет. Когда на запретной смотришь, душа черствеет. Когда музыку слушаешь, тоже. Если говоришь запретное, тоже сердце ржавеет. Там духовная связь внутри. И Аллах говорит, что не высокомерные люди, когда Коран слушают, плачут. Почитайте, что Всевышний Аллах говорит в суре «Анфаль». Сердца верующих при упоминании Аллаха испытывают страх. И когда им читают аяты Корана, их вера усиливается. И на их Господа они уповают. Вот у таких людей сердце не забито. В этом Коране я дал напоминание для тех, кто слушает Коран с открытым сердцем. У кого есть сердце? Если ты слушаешь Коран с открытым сердцем, то Коран повлияет на тебя. Вот есть люди, на которых Коран не действует. А есть люди, на которых Коран действует благотворно. Когда аяты Корана не спосылаются, у некоторых людей их ненависть к Корану усиливается. А у некоторых увеличивается их любовь к Корану, когда не спосылаются аяты. Что говорит Аллах? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. И на колокольчик нажмите, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь.